Самое главное не дать, чтобы нас как бы могли запугать. Вот вы сейчас вспомнили про систему СОИ, я думаю, что Рейган блефовал. Там могли думать в будущем, что будет какая-то космическая оборона, но на самом деле её не было. Горбачёв испугался. Это вот такая наивность наша людей сельской местности. Они такие равнодушные всегда, такие добродушные, наивные. Нужен жёсткий стиль. Я не говорю, там говорится, кого-то наказывать. Вы даже вспомнили сейчас ситуацию с Вимавиа. Ну, министр может быть хороший человек, но транспорт требует жёсткого стиля. Как был сталинский министр Бещев. Ну, часы сверяли, как поезда подходят к вокзалам. Я до сих пор помню, Алмата поезд идёт из Москвы, стрелка только дошла до восьмёрки. Восемь утра появляется паровоз. Восемь утра. Пять суток. И никто ничего не помешал ему. То есть министр – это жёсткий человек. Это транспорт, это люди. Миллион людей. Он, Соколов, хороший человек. Но здесь нужна жёсткость. Ты вызови сюда все эти авиакомпании. Вы что делаете? Ребёнок поймёт. У тебя билеты проданы. За керосин не платишь. Зарплату не платишь. За литинг не платишь. А куда деньги-то тебе уходят? Ты зачем продал билетов для 200 тысяч пассажиров? Так и здесь гонка. Я помню тему. Вы не думаете, что я так, кстати… Не-не-не. Я просто удивлён, что они призвали к нас. Я не нуждаюсь в озеленении. Ни в коем случае. В озеленении я не нуждаюсь. Так вот, вы замечательно плодоносите. Вам не нужны всякие зелёности. Бывают яблоки, они созревают к зиме. Уже падает снег. Вот тогда эти яблочки надо, так сказать, срывать. Вот я зимняя порода интеллекта, так сказать. Яблоко. Да и яблоко. Значит, нас не надо поддаваться… Игорь Джобс, знаешь, Владимир Вольфович идею забрал. Или это яблоко, или российское яблоко. Не-не-не. Вот это вы, Николай Васильевич, сейчас большую ошибку совершили. Большую ошибку. Здесь тоже. Если наши дипломаты, генералы ведут переговоры, надо понимать, что там товарищи с той стороны блефуют. Это не казино. Какие там ставки, карты на стол. Мы прекрасно знаем, что есть у них, что есть у нас. Но когда мы разоружались, то мы честно наши ракеты разрубали, а они, так сказать, выводили из строя, а потом снова запускали эти же ракеты для производства новых ракет. То есть они ничего не уничтожали. Вот это был и блеф тоже. Двойной блеф. Что давайте разоружаться, но вот вы, русские, разрезайте всё и утиль у вас. А мы тут, понимаете, на склад положим, а потом головку к боевой части опять присоединим. Или средней дальности ракеты. Нам это ведь не выгодно. Средней дальности ракеты станут около наших границ. Турция, Польша, там, где угодно. И достанут всю нашу часть до Урала. А им средней дальности из Америки. До Америки ничего не долетит. Наши ракеты средней дальности. То есть здесь тоже игры нужны. Такие вот, как они нам устраивают. Они реально не разоружаются. Мы разоружаемся. Самое главное, в 91-м году мы были самая сильная в мире страна. Ничего нам никто не угрожал. И Горбачёв пошёл на сокращение. На разоружение. Сейчас мы опять достигли высокой точки вооружения. И нам опять пытаются навязать сценарий. Вот, кстати, им понравился сценарий. Великая мощная страна. Появляется Горбачёв и всё рушится. Добрый волшебник, да? Взял и всё согласился. Уничтожаем, разоружаемся, уходим. И бесплатно всё. Ещё и без денег. То есть сегодня они тоже самое думают. Ага, нефть опустим цены. Давайте разоружаться. Давайте Украину подожжём. Давайте Ближний Восток поближе к границам России. Лишь опять наступит какое-нибудь, так сказать, отрицательное для нас явление. А им будет это положительное. У них готовые наши диссиденты сидят там и в Лондоне, и в Германии, и везде, так сказать. И, конечно, здесь мы обязательно должны как-то им намекнуть и, может, где-то показать, что нас уже не смущают ракеты. Нам же сказали, что есть уже другое оружие. Мы им объявляем дату 2030 год, чтобы они не волновались. Но оно уже готовое. Если надо где-то его применить. Видите, я уже говорил, надо им провести эксперимент. Безлюдный остров показать. Одного кенгуру туда запустить. Вот кенгуру и остров. Отвернитесь. Посмотрите. Ни кенгуру, ни острова. Волна туда-сюда. Кренгизм будет против. Я вас не узнаю. И ракет нет, ничего нет. Я вас не узнаю. Просто был остров. На этой передаче не так давно вы призвали людный остров. И на севере Европы. Что за гуманизм? Американцы беднеют. Нет, у них нет денег на что. Вы понимаете? Трамп, состояв в смятении. Он сказал, что нет денег. Жириновский стал мягким. Химическое оружие уничтожит. Нет денег. Давайте купим у них. Давайте мы у них купим это химическое оружие. У них будут и деньги, и оружие заберем. Чем плохо мое предложение? Отлично. Если у них действительно нет денег, они возьмут деньги и отдадут оружие. Мы по пути его потеряем. В некотором месте, так сказать. В интересах некоторых государств. Опять рядом хитрить надо. Блифовать надо тоже самое. Жесткую линию занимать. Сегодня президент впервые прозвучало такое более требовательное, что служебное несоответствие. Готовься вечером арест. О, как. Давай, поговорим. А почему? Вот вы до конца не договариваетесь. Стесняется. Вот смотри, стесняется. А у нас там, значит, наши товарищи испугались. А почему они испугались-то? Деревенские все. У нас 20-й век столкновения. Мы деревня, а не город. Город всегда будет побеждать. Это поверут все. Мы тоже город. Но как, посмотришь, биография, родился в деревне. Родился в деревне. Деревня хорошо. Сельское хозяйство. А где там стратегическое мышление? Где там геополитика? Когда вот овцы пошли на выпас, куры кудахчат, колодец вода. Где там развиваться мозганка? Поэтому испугался Андропов, испугался Горбачев. И оба со Старопольского края тоже имеют значение. Южане, все они боятся чего-то. Но не все южане одинаковые. Вы так похуй за всех южанков-то. Правда, что стало? А что, Сталин с юга, Брежнев с юга. И вы с юга. Я из Азии. Я Чингисхан. А-а-а. Вот. Вот смотрите. В чем Америка? В чем вот это вот... Наконец-то он раскрылся. Человечество ненавидит Америку. Ведь они прямо ставят задачу уничтожить нашу страну. Чингисхану. Им плевать с каким путем. Но задача уничтожить Россию. С 45-го года. Поставлена задача уже в июле 45-го. В декабре 45-го. И каждый год. Каждый год уничтожить. А это вот ваше вот такое зверское отношение к нашей стране. Даже Китай вас не смущает. Никто. Вот Россию надо именно уничтожить. Поэтому вся гонка вооружений идет под флагом. Когда Америка сможет обогнать нашу страну, чтобы нанести по нам превентивный удар. А мы говорим. А мы обороняемся. Мы ничего не будем делать. Мы ждем вашего превентивного удара. Надо изменить концепцию. Мы нанесем превентивный удар. По вам нанесем. По каждому штату. Чтобы ничего не осталось от вас. Пух и прах вас все. Понимаете? Да все 30 лет последних. Россия была слаба. Где ваш превентивный удар? Не надо. Не надо слаба. Все у нас было. И сейчас есть. Вот сейчас был яркий пример профессионализма. Смотрите. Владимир Вольфович вошел в ваш луч света. А вы вышли в тень. Видите как вы? Поэтому у вас камера не могла до этого. Поэтому здесь. Я за ваш свет. Я отвечаю. Момент гонки вооружений. Он очень опасен. Потому что американцы игроки. Их интересуют деньги. Вот они потратили денег много. Новое оружие есть. И вдруг русские опять обгоняют. И что у них опять? Что проигрыш? Для них казино. Вся планета казино. Как бы ставку сделать так. Чтобы и вернуть деньги за новое оружие. И чтобы русских не было. Вот это вот проблема. Что задача не просто гонка вооружений. Смотрите. Допустим. Мировая торговля. Ваш товар не пошел. Ну хорошо. Убытки. Но ведь гонка вооружений. Это в основном внутренний товар. Это ваша оборонная промышленность. И здесь они зарабатывают. Но если вы не истратите это оружие. То остановился заработок. Надо его истратить. Утилизировать. Новая Сирия. Украинцы знают как это делать. Быстро и шумно. А у нас Сирия есть там. Ирак есть. И так все есть. Украина. Деньги должны быть здесь в оружии. Надо отбивать. Наше оружие стоит на складах. Мы продадим. Мы стоим. И бесплатно даем. Если продавали было хорошо. Но и продадим. Раздали всем бесплатно. Поэтому гонка вооружений очень опасная вещь. Во всем виноваты американцы. Соглашусь. Заклевали его. Он уже еле стоит. Не, я нормально стою. Еле стоит. Вот вы. Хотел уточнить. В Сирии. Мы действительно. Помогаем в обороне. Этой страны. Но в наступательном формате. Он тоже прав. Мы бомбим. И бомбим с подводных лодок. То, на что американцы не способны. Пока. Не надо. Где вы видели способность? Покажите. Покажите. Калибр. Чтобы взлетал американский калибр с подводной лодки. И пусть бомбят. Пока мы не видели. Они не способны. Да, может быть где-то. Второе. Американская армия вообще не умеет воевать. Она никогда не воевала. Она всегда выполняла вспомогательные функции. Приходила уже тогда, когда закончились все боевые действия. Почему они нам поручили, попросили вернее, попросили разбить японскую армию. Они не в состоянии этого делать. Не могут. Бомбить, да. Два летчика полетели, две бомбы бросили. Все. Все остальное в пустые острова они выстрелили десант. Это вместо нашего десанта. Молодцы десантники. А никто сопротивления не оказывает. И потом. Где-то они попросили американцев. А то Рузвельт просил, чтобы мы разбомбили миллионную пункту. Я что-то не помню в протоколах встречи разговора по просьбе американцев. Да вы не помните. Вести российскую армию. Да в Ялте. Не помните, да. Не помню. Что мы взяли обязательства через два месяца. Взяли. А что мы по своей воле это сделали? Попросил Рузвельт. Я не помню, что была просьба. Японцы на нас не лезли. Японцы были в вашей головной боли. Не нас. Я не сказал, что вы имперхабу, бомбили и квантунскую армию. Так я главного не сказал. Подождите. Я главного не сказал. Бытовые вопросы. Большая часть бюджета американских вооруженных сил идет на бытовые вопросы. Это туалетная бумага. Я вот ждал. Я знал. Мороженое. И операции трансвестита. Они делают за счет Министерства обороны. Правильно? Все операции трансвеститы делают. Все это есть. Все это есть. Бумага и операции мороженое. Нам туалетная бумага не нужна. Я не понял. То есть перед операцией... Вы в армии были? В какой? А, в советской. В русской армии. Нам спросили. Я испугался дать ответ. Туалетная бумага не нужна. У нас в каждой комнате для солдат беде. Вот. Самое лучшее. Водичка. Чистая вода. Как хорошо. Военные тайны выдаются просто Владимиром Вольфовичем. Условие. Условие. Амблиганцев нет этого. Я, конечно... Они идут по рахте пустыни по-сирийски, дали целые эшелоны с туалетной бумагой. Если вы называете беде, строение на улице, легко определяемое по запаху и поражающее всем чем угодно, особенно обилие мух, то в советской армии оно было вор. Вы служили в стройбате. Вы служили в стройбате. Нет. У вас была статья. Я, как вы помните, танкист. Я командир взвода. И куда ваш танк шел? Наши танки всегда идут. Вперед. На. Нах, Берлин. Вперед. У нас была даже такая... Знаете, как нам говорил полковник Мамаев, повезло вам, вы танкисты, весь мир посмотрите. Это неплохо. Да, это вот такие были... Но, опять-таки, я был офицер запаса, поэтому военной кафедры, дальше сборы, я ни на что не претендую. Кто-то сейчас появится. Я помню, что вы пострадали. Вы... Я служил. Да, да. На Кавказе служил. Вы там профессиональные. В курортах с Халтуба только были. На курорке. Сергей вообще кадровая военная. Никогда никаких проблем с гигиеной не было. Про Якова я ничего не могу сказать. Шибко секретный. Но точно не в советской армии. Но условия в нашей армии лучше. И дешевле. И гигиеничнее. Немцы, и французы, все это называется слово «Запад». Вот вы мучаете и Украину, и Россию, и все остальное. По прогонку вооружений. Ну, может, иногда нужно, чтобы дети нас правильно поняли, давать более обиходное название. То есть это вот взрослые дяди борются за то, у кого больше патронов. Патроны. Борьба за это идет. У кого больше патронов, на максимальной мощности. То дети слушают, какая-то гонка вооружений, что это такое. Вы-то уже привыкли к этому. На это деньги зарабатываете. А дети не понимают. Я о детях забочу. Я вижу. Об их уровне развития. У нас сегодня выступал министр образования. Как бы у меня осталось-то, остаточное явление от дневных разборок. Так вот, гонка не страшна нам. Нам страшно появление второго Горбачева. У нас мощная страна, все есть. А приходят товарищи, потом все это рушится. Просто. Генералы молодцы. Инженеры молодцы. Деньги огромные тратим. Народ согласен на это. Один товарищ появляется, ничего нет. Все рушится. Один нам сто лет назад. Ленин выбил нас из Первой мировой войны. Мы ничего не получили. Оказалось, что мы страна не победительница, а страна, потерпевшая поражение. С какой стати? В 40-м в 87-м и вот в 91-м год опять мы, оказывается, потерпели поражение. Отчего? Самая мощная страна. Вот это опасность. Опасность внутренних разборок. Как это, поговорка какая? Крепости берут не снаружи, а изнутри. Враг. Пусть это слово не боятся, но противник или там недруг. Он внутри. Поэтому нам нужен механизм власти такой, чтобы никогда больше ни один Горбачев не принимал бы решения по ракетам, там или вообще по вооружениям. Вывод войск и все остальное. И тогда, если бы мы сохранили все, что у нас было в 91-м году, проблемы бы не было. Мы разоружаемся и снова вооружаемся. И снова разоружаемся, и снова вооружаемся. И еще один момент. Это очень важно. Не надо бояться войны обычными средствами. Почему вы решили, что она обязательно перерастет в ядерную? Мы можем договориться, что любой вооруженный конфликт не должен переходить в ядерную дуэль. Пусть они пришлют своих офицеров в какой-то центр у нас. Мы своих направим. Я не говорю, что это напрямую контроль будет. Но не надо бояться этого. Это до того момента, когда начнут погибать люди. Люди погибают постоянно. Мы здесь стоим, а люди погибают. Генерал погиб в Сирии. Нам что, не жалко? Жалко. Ваши идеи пытался реализовать государь-император Павел Первый. Ну и что? Подлоубитый, не без участия, кстати, тоже западные державы. И западные державы. Илья Николаевич, или вы это будете отрицать, что немалую роль сыграла известная западная держава в организации того загорода. Так вот, Павел Первый, которого считали таким абсолютным рыцарем, как вы помните, предлагал не воевать армиям, а устраивать рыцарские поединки между руководителями государств, говоря современным языком, между сузеренами. И таким образом сохранить жизнь своих подданных. Но у нас эти войны идут. Я предлагаю выставить вас против Маккейна. Пожалуйста. А зачем выставлять? Он уже в больнице лежал, пусть он отдыхает, он пенсионер. Хорошо, возьмите Трампа. Трамп? Я думаю, я с ним бы договорился. Но вот Лавров передо мной. Передайте Трампу, что я хочу с ним свойствовать. Обычная, обычная, проигрывающая войну, проигрывающая войну, проигрывающая войну, проигрывающая войну обычным оружием страна, использует терминами. Не надо. Пугайте вдруг. Как пытался сделать Гитлер, все надежды были на оружие возмездия. Но не надо было выгонять евреев из страны, тогда была бы у него советована. Ну в Корее же не случилась ядерная война. Еще пока. А Вьетнаме, Куба, Сирия, везде, где у нас были конфликты с обычным вооружением, это воины не на своей территории. Югославия не на своей территории. И сейчас Украина. И не надо бояться и пугать всех обязательно разрушением и ядерной войной. Надо договориться с ними, с американцами, что мы между нами ядерную дуэль исключаем. А если мы хотим показать всему миру мощь ядерного оружия, мы должны вместе нанести удар какой-то точке планеты. Вот так бы я договорился. Неожиданно, внезапно я бы сказал. Вот так бы я договорился. Я понял, Ваша идея иногда меня пугает. И показать, что оружие сильнее. Но в данном случае Вы не про островский город. Это уже другое. То есть нет, да? Это идем дальше. Дальше уже идем. Островов не напасешься просто. Чтобы Вы не боялись, что Вы все боитесь, а бояться не надо. Да, Ларисович. Трамп уже человек, надо его показать. Людей, людей. Мы сейчас рассуждаем на такую тему. Все пусковые установки России и США невозможно. Но потом выяснилось, что технологически разрушили. Так они же идут на эти киберводы. Безусловно, это идем. И сетевые идут. Мне кажется, мы же не задаваем такую тему. И генералоги. Это просто недопустимо. Вот и все. Представим, что у нас есть ситуация с Донбассом. Недопустимо, да? Конечно. А два строения допустимо. В том же время не будет войны. Не будет. Ничего не надо. Как шарах, ну и наоборот. Вот и наоборот. Все понимали, что война будет. Не надо обманывать народ. Все понимали, что война будет. А сейчас его не понимали. Как вы говорите, что войны не будет? Я говорю, не надо пугать людей. Если война обычными средствами, она не перерастет. Она в любой момент может перерастеть. А вот вы зачем пугаете? А я вам говорю, потому что я военный, я понимаю. А вы участвовали в войне, чтобы вы так понимали. Сейчас, какой штат? Вот он специалист, он понимает. Да вы войне, никто из нас не учат. Да не надо пугать ею. Ее не будет.